Здравствуйте! У нас продолжается жара. После 10 лучше солнца уже куда-нибудь уходить в тенёчек. Но в избушке надо чем-то заниматься. И поскольку я закончила своего чертяку, с которым возилась так долго, надо браться за новый проект, которым можно будет заниматься в избушке. Я так думаю, что это будет очередной дубовый лист. Этот я хочу сделать подарочным вариантом. Но есть же люди, которым хочется делать подарки. Для них всегда можно сделать исключение и найти нужное время. Ну а для того, чтобы начать, нужна какая-то натура. Скажем, просто дубовый листок, с которого можно будет перенести контуры на деревяшку. Чем я сейчас, собственно, и собираюсь заняться. В мастерской прохладный хорошо, если бы не эта груда. Материалы, который остался от ремонта крыши. Но он лишним не бывает. Было бы вообще здорово. Ну вот. Самое главное орудие первоначального труда, которому я сама сделала рукоятку. И кусок ольхи. Кусок достойный. Вот эта вот тёмная древесина режется достаточно сложно. Но зато у неё великолепный шоколадный цвет. А окантовка, более мягкая, становится оранжевой после покрытия льняным маслом. Ну вот. Натура. Листочек уже нарисован. Эх, карандаш пора точить. Но лучше всего это делать стамеской. Теперь предстоит топорикам придать грубый контур. Что я, собственно, уже и начала делать с одного края. Ну а затем, затем, следующая процедура. Так, ну я с топором закончила. Корольская решила помочь мне пилить. Потому что все вот эти вот маленькие выемки надо выпиливать сначала. А потом, потом уже браться за стамеску. Смотри, бабушка. Ты знаешь, Рось, во-первых, не в ту сторону. Надо отсюда начинать. Стой. Вот так. Пробуй. Ну, Росян, это немножко примитивная пила. К тому же гнутая и не заточенная. Потому как из пластмассы. Росян, все-таки моей пилой пилить куда удобней. Вот такая вот штука. Мне, кстати, Ника подарила. Очень хорошая. Но как-то раз я заехала ею себе по руке. Самые негуманные раны. Это рваные. Долго-долго заживают. В отличие от тех, которые колотые и резанные. А еще раздавленные плохие. Слушай, давай лучше я попробую. Давай вместе будем ездить. На, держи. Смотри, как пила работает. Направляй. Ого. Пять миллиметров. Оп. Все, один есть. У меня еще второй. Второй начинаем. Вот какая. Ну, тебе, скажем так, ее очень долго надо пилить. Вот по косой пилить сложнее. А когда работаешь перпендикулярно, куда круче. И главное, не попасть в пень. А то пилить придется гораздо больше, чем хотелось бы. Да, я очень начинаю снимать видео. Так, ну тут далеко пить надо. Вот у бабушки такая острая пила. И она очень острая. Да, она очень острая. А если вышел закалиться в пазар, тогда придется долго приедут. Пазарные долго они приедут. Что ты про пожар заговорил? Тихонки тебе на язык. Да. А знаете, что у меня вылупилась змейка? Завтра она распрямится, и она будет классной. А знаете, что... Так, ну тащи свою змейку, давай покажемся. Я пока на паузу поставлю. Вчера ребята ездили в город, и Росяну купили яйцо, которое надо было положить в воду. Мама положил, прибежал ко мне. Бабушка, пойдем в комнату, смотри, что происходит. Вообще у него странный такой ксикон стал. Ну, я бы сказал, даже несколько литературный. Так вот, оказалось, что яйцо треснуло, и там что-то желтеется. Он меня попросил вытащить пресловутую змейку, но оказывается, рано. Мама сказала, что ей надо там полежать еще несколько часов. Вот посмотрим, что получится в результате. Что-то он там лопочет и долго идет. Ну чего? Во! С коробки ты выкинул? Да. Интересно, что дальше будет. Сколько еще надо там лежать? Один, два, три. Завтра будет три. А, так ей еще до завтра надо там кваситься? Да. Ну, посмотрим, что получится. Так, ладно, у меня руки отдохнули, пошла и дальше пилить. Продолжай. Ну вот, получилось нечто похожее на колосную. Ну, и на дуб. Потому что этих острых углов быть вообще не должно. А потому наступает фаза большой стамески киянки. Ну, а это уже у меня в избе. Будем продолжать. И вот полено начало приобретать уже какие-то определенные формы. Сгладила стамеской острые углы на отростках листа. Немножко выбрала изнутри. Ну, это вполне допустимо. Естественно, все вот это будет так же, но уже более мелкой стамеской, убираться. А вот днище, днище мне хочется сделать немножко необыкновенным. Просто здесь очень интересная фактура древесины. Вот такой вот нарустик, который просто заиграет, как драгоценный камень, если его шлифануть. И сейчас я при помощи болгарки хочу провести черновую шлифовку. То есть сгладить все неровности, не прибегая при этом к стамеске. Ну, а потом придется еще долго-долго доработать над поверхностями вручную. Ну, посмотрим, что получится. Пыльная работенка. И я тут не то, что перчатки, очки-то никогда не одеваю. Одно дело шлифовать какие-то доски. Тут уж действительно глаза стоит беречь. А тут надо конкретно видеть, что творишь. Ну, естественно, не могу я работать в респираторе. Ненавижу намордники. Как люди в них в городе ходят, понятия не имею. Та же самая повязка на физиономии меня просто доводит до белого коленя. Попрошу Машку немножко поснимать. Ну, так, чтобы она не особо запылилась около меня. Та же самая повязка на физиономии меня просто доводит до белого коленя. Ну, вот как она и получается. Струбцину тут никак не используешь. Поэтому приходится такую систему из дощечек выполнять, чтобы никуда потенциальное изделие не улетело. Ну, вот, как я и предполагала, тут оказался очень интересный вырост. Смотри, если вот шлифовать, он будет вообще великолепен. Вот здесь как бы эта волна пошла. Ну, вот это я, боюсь, придется делать уже гравером. Ну, вот эту сторону я уже более-менее обработала. Надо только влезть поглубже. А вот эту еще предстоит. Но после головы черта, слушай, такое наслаждение работать с простыми формами. Как-то я рьяно за нее взялась. Но, видимо, потому что соскучилась с простенькой поверхностью. Да, слепни здесь тоже кусали. Да нет, это был комар. Все они гады первососущие. Итак, надо продолжать. А как только наступит жара, я опять заползу в избушку. И продолжу долбать стамесочкой. Вот интересно, за сколько дней стимул справился. Смотря какая жара стоять будет. Да, делай старт. Сколько сидеть дома. Жара то же самое, что и холода. Есть стимул где-то спрятаться. Так, ты опять спирил. Опа. Ты вчера все распилил? Еще много опять стоит. Ох, Росяна, это надолго. Пластмасса. Это аппарат такой ненадежный. Ну, будем пытаться, как всегда. Так, ладно, я продолжаю. А я пойду гальваник ставить. Давай гальваник. Я у тебя немножко декоративную капусту ободрала. Пока что один листик. Посмотрим, как получится. А если ты войдешь во вкус? Ну, хана твоей капусте. Я хочу видеть, как она будет менять краски осенью. Это как раз... Ну, я пару листов оставлю. Ну, сделаем. Да, да, да. Ладно, выключай и иди гальвань. Ну, как всегда, пылище, грязище, но процесс грубой обработки болгаркой практически завершен. Я почему, собственно, стремилась именно к тому, чтобы отшлифовать днище. Ну, когда начинаешь вынимать внутренности древесины, а потом занимаешься шлифовкой, очень легко подпортить изделие, протерев его насквозь. Если заранее не определиться, что у нас имеется в качестве формы наружной. Вот именно поэтому я и постаралась сегодня в тенечке, пока прохладно, закончить этот процесс. Ну, а когда станет совсем жарко, как всегда, залезу в избу и начну при помощи стамески выполнять самую, пожалуй, сложную задачу. Это выемка лишней древесины. И только тогда можно будет сказать, в какой причудливой форме получится данный предмет. Ну, а затем последует шлифовку отнюдь уже не болгарочкой, а гравером, естественно, вручную, причем несколькими сортами шкурки. От крупной до самой меленькой. И есть еще одна маленькая хитрость, которую необходимо знать, если хочется, чтобы изделие получилось совсем уж гладким и красивым. Но об этом чуть позже. Старая добрая присказка. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Уехали ребята, дожди сменили. Жару, а я вожусь со своим блюдом. Прошло несколько дней. Вот уже вынута вся лишняя древесина. И начался самый тягомотный процесс. Шлифовка. Болгарочка эта, ладно, для того, чтобы обозначить наружный контур и определиться, как бы не пропороть изделие. А вот теперь все это надо будет досконально прорабатывать вот такой аппаратуркой. Замечательно, что подобная вещь запретена. Очень экономит шкурку и удобно. Но для мелких деталей целый набор, уже неоднократно использованный, но еще пригодный к употреблению. Вот тут уж придется ногти стирать. Полная корзина отходов из внутренней древесины. Ну ничего страшного, на растопку пойдет. И оказывается, аноники просто необходимы для того, чтобы использовать для своих сов. Ну а вот эта штучка меня сейчас будет спасать по полной программе в процессе обработки глубоких внутренних поверхностей. Вот тут я уже немножко прошла, прошлифовала. Ну а это еще предстоит. Вот такие вот насадки на барабанчик, к сожалению, очень быстро изнашиваются. И я их ценю, ценю как златое. Хотя, честно говоря, к золоту я отношусь совершенно спокойно, и оно мне не нравится. Сербер симпатичнее. Но по-любому, все остальное вручную обрабатывать шкуркой. Процесс долгий, тягомотный, причем пыльный. Вот такой самум веет у меня теперь ежедневно по избе. Приходится каждый день протирать пыль со всех плоских поверхностей в моем доме. Ну и ничего. Главное – результат. Через несколько дней все будет уже готово. Посмотрим, что получится. Ну вот, получилось как-то так. Прошло еще несколько дней. Вообще-то процесс такой тягомотный. Но основная шлифовка уже, слава тебе, Господи, завершена. Оформился, оформился листочек. Но это еще не все. Для этого предстоит еще одна достаточно тягомотная процедура. А для того, чтобы его выполнить, надо произвести следующее. Взять лист и окунуть его в ведро с водой. И уже тогда можно будет посмотреть, какого цвета он станет, когда его покроешь наконец-то льняным маслом. Вот оно, мое родимое, стоит. Ждет своего часа и нагрева. А я купаю в лист в ведре. Для чего это нужно? Все эти мелкие структурки древесины, которые не были достаточно обработаны, у меня сейчас просто-напросто набухнут. И как результат, как результат, их можно будет гораздо проще убрать самой-самой мелкой шкурочкой-нулевочкой. Ну, тут более крупные, которые я стачивала все детали. О, как же я его стала тереть, как у меня деформировались ногти. Это кошмар. Вот таким вот будет мой листочек. Уже есть на что полюбоваться. Вот он, родимый. Да, это получится совсем неплохо. Но древесина должна начать светиться. Светиться своим естественным блеском. Она будет розоватая с коричневым. Да, красивый лист получится. Очень удачная получилась деревяшечка. И вот этот вот наростик, о котором я говорила еще в самом начале, действительно играет. Ну что ж, будем пробовать. Но сначала надо дать листочку просохнуть. Пусть лежит, отдыхает, а завтра им снова займусь. Уф, наконец-то все свершилось. Я ее сделала. Эту самую шлифовку. Плютчик стал гладеньким, симпатичненьким. И можно поступать к самому приятному моменту. Это покрытию льняным маслом. Вот сейчас на глазах эта светлая розоватая немного древесины начнет преображаться и приобретет совершенно необразимый вид. Ну, нечто подобное было видно, когда я ее замачивала перед тем, как начать шлифовать последний раз. Но сейчас, сейчас наступит комбинация процесса. Я уже предвкушаю. Очень хотелось приближать к процедуре Росяна. Ведь это же так забавно. Это как волшебные картинки. Но у него очередная гостья. Вася по имени Лера. Маленькая девочка из соседнего дома. Ну, а я приступила к таинству. О, какие краски! Разобрет льняное масло впитывается и преображает древесинку. Да. Самая приятная процедура. И это как бы бонус за все мытарства, связанные со шлифовкой. Ну что ж. Буду продолжать и посмотрим, что получится. А получилось все вот так. Лист заиграл. Он уже не светлый, а имеет темную окантовку по центру и в начале, а то в конце листа и краски его совершенно прекрасны. Да, стоило помучиться. Ну, как говорят, если долго мучиться, что-нибудь получится. Ну вот, не прошло и двух недель, появилось новое создание. Надеюсь, оно будет жить долго и счастливо и принесет удачу и радость человеку, которому попадет в руки. вот так вот и колупаемся с древесинкой. Да, много всего сделано, много понаделано и много предстоит. И каждая такая штуковина, честно говоря, вызывает приятные ощущения, потому что что-то делать своими руками – это здорово. Ну что ж, меня ждут новые проекты, а всем здоровья и удачи. До следующих встреч. Вот так рождается деревянный лист. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин